Владимир Владимирович, первым моему выходу я аплодировал на звуководжесер Вадим, который тем самым дает понять, что задержка, с которой мы начинаем этот концерт, кажется ему возникительной. Мы обсудим с ними этот запрещающий факт, когда будем выдавать гонорары. Своей стороны скажу только, что задержка по нашим меркам действительно серьезная, но дело в том, что сегодня, наверное, в турбе, в котором вы присутствуете, играет свой практически последний концерт в этом сезоне, поэтому мы все находимся в этом ступоре, в некоторой задумчивости, и именно это передается им в зал. Правда, господа мужиканты говорят, что задержка в 55 минут это почти как в испании, так что мы с вами здесь самая настоящая в Европе. Если вы не знаете, на что вы пришли, я расскажу буквально в двух словах. Есть проект, который называется «Неженер ГТУ», но он заключается в том, что мы сажаем в обычный многоместный автобус в нескольких иностранных коллективах, едем на этом автобусе, вот тут у нас поле, где я, собственно, живу, вот в этом году, это главный дом, в прошлом году, в республике ГТУ, а в этом столице республики ГУЛЕТЕ. Практически ежедневно останавливаемся, играем концерты, каждый раз попадаем в какие-то принципиально новые окружающие условия, иногда это рок-фестивали, иногда это полк-фестивали, иногда это лормоны, иногда это клубы, иногда вообще какая-то неплодсказуемая анчика. И вот постепенно вот так вот, передвигаясь с этой музыки, начинаем ее трансформировать, явно или не явно. Музыканты сосуществуют друг друга не так, как на обычных фестивалях, где за день знакомятся и разбегаются, они вынуждены слушать друг друга по 5, по 6 дней, по 10 дней, по 15, они начинают понимать, кто и что играет, кто чего стоит, они начинают затаскивать в свои составы совместных из других коллективов, создаются новые коллективы, явно говорят, что на сцене не умолят, там выходят 6 человек, и все, вот тут начинает запретать какое-то принципиальное новое качество. И это хороший проект, и все было бы совсем замечательно, если бы мы в Москву вернулись на автобусе, все еще выдерживали этот вот командный дух, но с автобусом он вчера попрощался в Красноярск, и сюда уже пролетелось самолетом, автобус сейчас запретил по границе Красноярского края. Поэтому мы немножко грустно, и только ваша горячая поддержка может заставить господ музыкантов вспомнить, чем мы, собственно, занимаемся. Поэтому давайте сразу начинать. У нас будет 5 или 6 коллективов, это тоже до конца непонятно, потому что они, и сейчас там еще бродят, они всячески пытаются придумать что-то новое. Начнем мы с итальянского экспериментатора, которого зовут Дарья Аполлера, и который в своей музыке реализует какую-то совершенно сверхъестественную концепцию, связанную с тем, что на его родной Сардинии рыба ловят специфическими сетями, в которых есть некоторый набор отдельных секций. Каждая из секций рыболовной сети называется определенным термином, и его циклы, состоящие из нескольких писем, названы по названиям этих секций рыболовной сети. Она считает, что это очень важно, я это честно всем рассказал. Ставлю нам от этого левчей линии, этот вопрос совершенно особый. Дарья Аполлера и Тарья, и полное можно какие-то дополнительные гости. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Это все! Мыソanceмон Шпис Ordой, ты exceeds даешь, pевый бас! Марко Ненигов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо. 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 Валерий Толсток, человек, который является практически резидентом этого клуба, регулярно здесь выступает со своими национальными оконтипойкистами, и в сей раз представляет испытанное в «Валях» трио, которое дополняет очередного гостя из Москвы. Представитель этого гостя, к сожалению, не в состоянии, но Валерий, в отличие от всех остальных наших музыкантов, умеет разговаривать по-русски, поэтому, если захочет, что-нибудь обязательно скажет. Если не захочет, то пусть говорит его «Волшебная пленка». Я хочу Валерий, естественно, положить пленку и достать какую-то другую дырку. Мы вот так и живем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо. 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 что говорят по-русски за разу, или по-латыними пекцией. Валерий Турин проявился большим мастером на ассамблеевой мистеризации, часто заводил в свой состав в качестве гостей музыкантов, с которыми знакомился за несколько минут перед этим. Он рассказывал друг другу инструменты о том, как хороша их музыка, как здорово набирают на инструментах, но при этом много понимали, что не музыканты слышали, но не друг другу инструмента. На сцене вы выходили в квартетах, секстетах, бог знает, в чём ещё. Аудитория кликовала. Следующий состав, мы ещё с вами не доверяем, а на у нас ещё будет тренинг-переператива, номинальный дуэт испанского университета и португальского барабанщика «Лас Патрили», которые играют спонтанно на вангард, приёмностью естественно по определению авторских, как любая спонтанная музыка. Музыку, которую один из заслуживателей, у меня не побачивает, то есть, кажется, Курскому сверстному педагогу, он разговаривает со своим папой. Он активовал, как страшная музыка. Может быть, в результате этой страшной музыки, но контрасте, мы легких и останем засыпать, и следующий состав будет готовиться к настоящему серьёзному. Валерий со своим составом действительно уезжает в Казань, поэтому, если его разинтересовали юридийские, следует около 15-20 минут, чтобы подойти к ним и о них спросить. Ну, что ещё сказать о музыкальной арбитуре, на самом деле, если серьёзно, то то, что мы пытаемся делать, мы пытаемся оставить в несколько странные и малопонятные условия все основные задействованные концертные деятельности стороны. Это, например, музыканты, которые не очень понимают, что за аудитория перед нами сегодня, и не принимающая сторона, которые не всегда понимают, почему она позиционирует приезжающих от джазовых фестивалей, а на сцене происходит нечто подобное, и собственная публика, которая, как правило, приходит на что-то вполне ожидаемое, и видит на сцене, всё же такое разнообразие в направлениях, зачастую, и как в отношениях, и в отношениях. Чем это хорошо, так и тем, что все три страны, в результате отказываются в состоянии несколько некомфортно, и в некоторых поливах, из-за того, чтобы устроиться, как происходящее. Понимающая сторона, и понять, что музыка, и такая тоже, что и такая музыка тоже может собирать залы, в некоторых местах, в тульских планах, и в этом она с мистическим образом собиралась на шпальниках 600-700 человек, от чего, собственно, парламонические люди до сих пор не думают. Для аудитории это тоже очень своеобразный щелчок консульта, потому что очень часто люди приходят к этим заявлению, потому что они прекрасно знают, что такое джаз, а в летателе иясняется, что в эволюционной музыке очень много такого, о чём они не перезревают. И наоборот, очень часто приходят люди, которые вообще же меня фактически не слышат, потому что они выступают на каких-то типах совершенно площадках, и, собственно, на груди для парабайщика написаны веками «Фестиваль Железный Феликс села Дзержинская Красноярского края». Можете себе представить, какая собираются аудитория всего с численностью 9000 человек, если там до сих пор не очень понимают, как собственно настроил парабай, они просто не звучат нормальные состояния и так далее. Не то чтобы это плохая музыка, это просто она специфическая. А что до музыкантов, то они каждый день выступают перед людьми, против которых им совершенно непонятен, поэтому приходится каждый раз с нуля доказывать, что они действительно чего-то, они перестают себя чувствовать большими старающимися артистами, которые, собственно, умеют, и начинают каждый раз стартовые студенты выносить вот это свое искусство для слушателя, вы очень доверяете все начинать с нуля. Вот сейчас наши испанско-портургальские люди. Я начну с нуля и покажу вам свою страшную музыку, и сейчас вам не ждать. Вас смотрим. Звучит музыка. Субтитры создал DimaTorzok Настива Дима Торзок Звучит музыка. Выс etme Продолжение следует... 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 Продолжение следует...